Мы величайшие во все времена, первое место в мире, наша судьба, родные сердца, сегодня особый мастер-класс, это Владимир Довгань готовился к нему несколько дней, то есть он собрал вот то, что он и так знает за 35 лет жизни, он собрал это все и весной провел очень мощный энергетический мастер-класс, после которого все, кто присутствовал, выросли. Сегодня они почти все в лидерском совете, то есть они открыли, сразу же ускорились в десятки раз и в марте месяце вместо того, чтобы мы созерцали, что происходит в геополитике, переживали, вместо этого мы просто взяли и побили все рекорды роста, друзья. Вот поэтому сегодняшний мастер-класс, он даст видение полностью, что делать дальше, позволит вам обрести возможность вырасти в пять, в десять раз, ускориться быстрее, но не торопясь. То есть, как говорится, торопиться надо не спеша, то есть не ускорять процесс, довериться процессу и наслаждаться этим процессом. Поверьте, друзья, когда вы заинтересованы, когда вы делаете это с наслаждением, когда вы делаете это от души, тогда уже не важно, сколько работаете вы, важно, как вы, то есть вы уже сердцем подходите, умом, сердцем, разумом, и это все вместе в симбиозе. С видением этой стратегии, 12 шагов от Владимира Довгань, это получится в десятки раз быстрее, в чем я нисколько не сомневаюсь, поэтому внимание на экран, друзья, начнем. Так, сейчас мне надо здесь еще камеру сделать, а вот так, все отлично. Всем видно, да, друзья, все видно, все отлично, все, начинаем. Друзья, 12 законов, 12 шагов лидерского пути Суперджамп с нуля до величайшего лидера планеты Земля, друзья. Внимание, я сейчас вот вкратце распишу, у вас все эти слайды у вас будут, друзья, прям полностью вся презентация будет. Также вы можете для вашей первой линии, для ваших людей проводить такие, естественно, мастер-классы, они, думаю, очень важны будут. Почему? Первый вопрос, почему именно сегодня, почему именно у интеллект-тренера появляется такая большая возможность? Вот смотрите, старое время у нас не было шансов быть величайшими лидерами планетарного масштаба. Ну, понятно, там оффлайн, технологии были неразвиты, мы не могли собрать, вот сегодня мы раз собрались, да, неважно в каком городе, по стране мы собрались и спокойно проводим мастер-класс. Раньше это невозможно было. Новое время перед каждым интеллект-тренером открывает великий шанс. Внимание, вкратце расскажу, друзья, 12 шагов успеха, и потом по каждому шагу подробно полетели. Первое, нужно принять, благодаря нашей методике, это очень хорошо принимается, что каждый из вас лидер. Также нужно понять, что вы уже лидеры, вы уже были лидерами, просто вам об этом никто не говорил, да, тем более, ну как, величайший король, королева, долларовый мультимиллиардер. Ну, реально, мне родители даже такого не говорят, давайте будем честны. Честность, первое слово, с чего начинается суперджан. Лидер – это честный человек, без двойного дна, он просто летит, как ракета. Вот, каждый из вас лидер. Причем никто, кроме интеллект-тренеров, друзья, не сможет сегодня это сделать, то, что мы делаем. Далее, второй шаг – это наш аудиотренинг. Да, кто новички, возможно, еще не понимают, как это аудиотренинг, впереди вы как раз поймете. Поэтому надо внимательно, для новичка надо внимательно пройти первые 10 дней курса. 10 дней прям все впитывать, как губка, отключиться от внешнего мира, потому что он не настолько реален, да, вот как мы его привыкли считать. Наша реальность, мы ее сами можем формировать. Вот, интеллект-тренеры это могут. Поэтому слушайте аудиотренинг, это чертежи вашего будущего. Это, вот, можно там уже заложить все, о чем вы мечтаете, и это сделать. Далее, друзья, ищите своего человека. Тоже очень важные смыслы я раскрою сегодня, особенно, ну, касательно, да, вот, как найти своего человека, что нужно для этого делать. Друзья, четвертый шаг – 10 тысяч презентаций. До Суперджам нужно было 10 тысяч презентаций сделать, чтобы уже выйти там, ну, чтобы в себе прокачать эту риторику. Сейчас то же самое. 10 тысяч презентаций, чтобы у вас был навык лидера. Но благодаря тому, что у нас есть партнерская программа, наставник, система, благодаря этому вы будете делать 10 тысяч презентаций. Но не после 10 тысяч презентаций вы выйдете на уровень высоких доходов, поможете многим людям. А уже во время делания 10 тысяч презентаций вы уже обретете славу, популярность, успех вместе с наставниками, вместе с вашей командой. Понятно, да, то есть это намного упрощает, то есть здесь все упрощается. Но 10 тысяч презентаций, 10 тысяч часов Суперджампа, 10 тысяч вашего времени, внимания, да, 10 тысяч отказов. То есть это надо пройти. Это путь увлекательный, да, не думайте, что там это трудно. Нет, это надо в себе выработать такую харизму. Дальше, ну, я тоже раскрою это все. Пятое, сложный процент поможет достичь цели. Партнерская программа наша очень крутая, естественно. Шестое, шестой шаг. Надо понимать, что ваш человек никогда не уйдет. Что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, ваш человек от вас никуда не уйдет. Никогда. А не ваш человек, что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, рано или поздно он все равно уйдет. Как бы вы его ни пытались удержать. Далее, друзья, суди по делам. Да, друзья, результаты. Мы тренеры, нам нужны результаты, да. Смотрите, когда у вас люди, они могут там, ну, сейчас тоже, я это все детально раскрою. Восьмое, обучение и дубликация. Да, все, 10 дней, нам не надо больше заморачиваться. Мы обучили, дали, передали, от сердца к сердцу. Открыли, человек увидел, все, полетел. Не увидел, все, там, он проседает, там, и так далее. Я через пять лет, это может быть вечно. Да, поэтому обучение, дубликация. Может быть, не с первого раза, может, со второго раза, может, с третьего раза. Но человек включается и летит, как ракета. Друзья, было много примеров, когда человек с третьего раза включался. Но я не рекомендую вам брать эту планку. Надо включать. Я включился с первого раза. Все, я провел, все, на втором курсе, на третьем занятии, все, все, это мое дело, я хочу быть здесь, все. И мне не важно было, я там педагогического не умел, я не умел говорить, как сегодня говорю. Но я хотел помогать людям. Мне нравились эти упражнения, я хотел их распространять, потому что я хочу делиться этими упражнениями, а не дорожить любых денег. Я в этом знаю, не сомневаюсь. И, естественно, продать их за 100 долларов, это вообще для меня была большая честь. То есть все, не нравится человеку, да ладно, ради бога, 2 миллиарда человек, 2 миллиарда попыток у меня есть, чтобы продать по 100 долларов эти курсы. Что, я не продам, что ли? Все понятно же, просто бизнес. Далее, девятое, даешь силу силы, получаешь много силы. Это очень крутой закон, друзья, он работает на тысячу процентов. Вы узнаете в этом девятом шаге, воришки времени, как от них избавиться, все. Тем более, я, друзья, для вас это уже, за вас это прожил в нашей ассоциации. Много месяцев, блин, я уделил. Ой, вообще, просто мое время неделями у меня крали просто. Ага, давай. А чем вот это вот так вот? А что там IPO, не IPO и так далее? Это было просто, да, такие моменты. Вам не надо уже переживать по этому. Дальше. Десятое. Лидер-продавец мечты. Друзья, ну, здесь уже реально, вот человек хочет счастья достичь. У нас это все есть. Человек хочет быть богатым, да ради бога. Человек хочет обрести настоящих друзей. У нас это все есть, друзья, здесь. Все есть. Поэтому лидер-продавец мечты. Тоже раскроем эту тему детально. Друзья, одиннадцатое. Вечные ценности, друзья. Это как раз тоже, да, такой закон. Какие вечные ценности, да? То есть, естественно, все не в деньгах измеряется. Как это узнать? И двенадцатая, постоянно, каждый день, ежедневно поднимать оценку, самооценку и поднимать самооценку ваших лидеров. Каждый день вы видите, насколько это круто. Во-первых, человек, он и так знает, что он крутой лидер. Но когда вы ему об этом правильно напоминаете, это не какое-то, знаете, подхалимство. Нет. Это абсолютно верное. Вот как вы видите этого человека? Вот по-честному, я вижу вас, триумфаторов. Я знаю, что я один не спасу планету. Я один не накормлю людей, только с командой. Единомышленников, верных людей, преданных людей. И я, вот то, что вы пришли ко мне, и я, естественно, вижу вас таким. Все, потому что мы даже на презентации, вы видели, вы пришли на мою энергетику. Понимаете? И на энергетику моих учеников. Поэтому я сто процентов, не сомневаюсь, на тысячу процентов уверен, что мы это сделаем быстрее благодаря вам. Потому что ваша лидерская харизма, ваш опыт в филологии, в философии, в преподавательстве, в педагогике, он намного круче моего. Я здесь развился, в суперджампе я вырос. Вы вырастите быстрее. Я уже за вас прожил проседание, отмучился, промучился. Здесь у вас будут самые чистые команды, друзья. Вот самые прозрачные, самые крутые лидеры. Сто миллионов человек, друзья, сто процентов. И все, внимание, когда эти 12 шагов, 12 правил у вас уже в голове, они все укомпоновались, все произошло. Все, друзья, вуаля, вы создали 100 миллионную команду интеллектренеров. И это уже однозначно. Все. Кто это увидит, все, друзья, вы будете действовать. Сейчас даже до конца декабря подарите себе самый сказочный, самый крутой декабрь себе подарите. Но не только же вам это нужно, это нужно всем людям. Это нужно вашим партнерам подарить, самый крутой декабрь. Поэтому вот в чем суть. И теперь, внимание, по каждому шагу пройдемся. Внимание, закон номер один. Здесь можно просто даже читать, и все, и 40 минут пройдет. Лидерский талант есть у каждого человека. Каждый человек на Земле обладает лидерской силой. Просто кто-то ее развивает, а кто-то нет. Лидер – это такая же профессия, как психолог, врач, летчик. Любой человек, если он не идиот и не лентяй, может стать величайшим лидером. Вот, друзья, мы попали с вами в нерв времени. Если вы не учились летать на самолете, то вы не сможете на нем совершить полет. Но когда вы научились управлять им, вы летаете на автоматизм. Так же и с машиной. Помните первый день, как мы водили? А, трудно, как вообще люди ездят за рулем. Сейчас это для нас уже все в порядке. И еще то же самое лидерство, друзья. Точно так же работают лидерские знания. Тренируете, развиваете лидерскую силу. Вы король, королева. Вы развиваете, не развиваете, то никто. Все, вернулся. Ой, тот пришел, этот виноват, тот... Ну, вы, мы с вами взрослые люди. Что здесь? Это же все правда, да, друзья? Тоже подтвердите вашими лайками. Я их сейчас не вижу пока. Поэтому можете в чате написать, если согласны. Дальше. Тренируете, развиваете лидерскую силу. Король, да, в каждом человеке есть лидерская сила и рабская покорность. Что вы в себе развиваете, тем не станете, друзья. Все. Все просто, да, друзья. Вот первый закон, думаю, теперь он стал еще более понятен. Внимание. Закон номер два. Ваше величайшее лидерство начинается с аудиотренинга, друзья. Утром проснулись, ну, хотя бы 10 минут, 15 минут. С утра прослушайте. Потом днем еще 10, 15, 20 минут. И вечером еще часик, да, послушайте. Да, перед сном. Смотрите, да. Здесь вот видите даже фразы. Я величайший лидер. Мое имя будет помнить тысячи лет. Я создал 100 миллиардеров. Да, я создал 100. Я натренировал 100 миллиардеров. Вот это очень круто. Сначала вы становитесь величайшим лидером в своей голове и сердце. Все это самое. А затем в реальности. Ваше восхождение к статусу величайшего лидера начинается с аудиотренинга. Ваш аудиотренинг – это чертеж вашего счастливого, богатого, сказочного будущего. Поэтому сразу ставьте самые высокие цели. Сразу. Сразу задел на небоскреб ваших желаний. Так как сегодня наступило новое время, вы можете добиться всего, о чем мечтаете. Факт, друзья. Надо просто кто первый это сделает. Слушайте аудиотренинг минимум час в день. Вот видите, рекомендация. А если позволяет время, то и больше. Слова рождают мысли. Мысли рождают поступки. Поступки рождают величайшего лидера всех времен и народов. Просто действуйте. Действуйте, действуйте. И все у вас получится. Вот второй закон. Понятно, да, друзья? Со вторым законом разобрались. Закон номер три. Ищите своего человека. Наш бизнес очень простой, друзья. Не надо его усложнять. Не надо что-то придумать. Все уже придумано. Наблюдочки в голубой каемочке нам уже поданы. Мы ищем своих людей. После тысячи отказов вы обязательно встретите своего человека. Который вам скажет спасибо за суперджамп, друзья. Это обязательно. Там тем более не тысячи отказов. Это тоже немножко коктурирует. Многие люди просто там денег нет, времени нет. Мне отвечают. Это тоже может как отказ восприниматься. Вот сейчас это реально намного... Особенно после того, как у нас чеки выросли, сейчас нету отказов. Сейчас все хотят. Они да-да, я не знаю, что это, но я верю. Я верю тебе. Я не хочу к тебе. Понимаете? Очень вот меняется. Очень резко меняется динамика роста. Это, ну, как, допустим, Adidas, да, представим. Ну, никто не знал Adidas. Кроссовки возьми Adidas. А какая мне разница? Ну, возьму себе там другую марку какую-нибудь, да. А когда, ну, Adidas или там другая марка? Нет, конечно, Adidas. Если еще цены одинаковые, там вообще 100%. Ну, примерно, чтобы понимать. Google, Apple, Amazon сегодня знают. И также наш суперджамп уже на территории постсоветских стран, он уже ворвался уже в сознание, в разум человека. Все. Уже суперджамп, я не знаю, что у вас там. Ну, блин, очень хочу. Уже знаком с двумя там интеллект-тренерами. Такие ребята классные. Хочется. Теперь. После 1000 вы обязательно встретите своего, который вам скажет спасибо. Не усложняйте процесс бизнеса. Просто везде ищите своего человека. То есть, что здесь подразумевается, не усложняйте. Не смотрите на тех, кому это неинтересно, кто не любит думать, у кого одеты шорлы, кто бегает. Ой, ты что, у меня работа, дом, деться. Все, я, короче, и мне важно, чтобы дети были счастливы, а мне уже на себя все. Вот есть такие люди до сих пор. Важно, вот именно. Вот здесь вот ты говоришь, тем более тебе нужен суперджамп. Как это тем более? Ну, ты говоришь, хочешь, чтобы дети были счастливы? Да. Так ты с себя начни. У кого дети научатся счастью? Ну, все, друзья, все очень открыто, все на поверхности, все логично. Просто приведите человека к логике. Много убеждать не надо. Очень много людей, которые прямо вот так вот скажешь одно слово, он все, все, я с тобой. Очень многие сейчас у меня в последнее время заходят такие лидеры. Все, они уже видят по рекламе, все, я хочу. Давайте. Старт, мастер, про и полетели. Так, теперь внимание. Например, тренер по боксу приглашает в команду человека, который любит йогу и боится крови. Он вам отказывает, боксеру отказывает, и это нормально. Причина не в боксе и не в том, что это плохо или хорошо. Просто этот человек любит йогу, он не хочет кого-то бить. Понимаете? Получая отказ за отказом, вы поймете простую истину. С вами все нормально. С человеком, что вам отказал, тоже все хорошо. С суперджамп тоже все отлично. Просто вам попался не ваш человек. Еще Егор Белозеров иногда говорит, несъедобное. Ну, не мой человек, несъедобное. Я иду дальше. Чем больше тысяч презентаций вы проведете, тем быстрее найдете своих людей. Друзья, это практика доказала. Сколько бы вы не вели переписки, сколько бы вы там не пытались что-то выдумывать, все равно все заканчивается звонком. Да-да, нет-нет. Да-да, нет-нет. Да-да, нет-нет. Это всегда так. Сейчас, так как очень много людей, которые ко мне обращаются, они уже могут быть интеллект-тренерами специально. Например, он интеллект-тренер из другой команды и хочет узнать, как Рассулт делать презентацию. Он мне говорит, записывается по лидам, приходит по рекламе. У меня было такое. И у Кирилла, я помню, тоже было такое. Он час может тратить время мое, а потом в конце скажет, а я уже интеллект-тренер. Понимаете? Или просто вообще ничего не скажет, я подумаю, а сам он знает, что это неправильно. Это реально воры времени просто в самом буквальном смысле. И сейчас у нас есть защита от воров времени. Каким образом? Зарегистрируйся по моей реферальной ссылке, и я тебе перезвоню. Логично, да, друзья? Чтобы я не тратил время. То есть вы тоже можете сразу это сделать уже. Вам такой шорткат, ускорение. Слушай, зарегистрируйся по ссылке, тебе не надо ничего платить. Зарегистрируйся, после этого я тебе позвоню. Крутой лайфхак, да, друзья? Тоже дайте лайки. Я думаю, что это очень круто на самом деле. И все. То есть зарегистрировался по ссылке, значит, хочешь, чтобы я ему позвонил. Все. Он, значит, ждет моего звонка. Далее. Теперь. Чем больше тысячи отказов, это единственный путь к вашему величайшему лидерству. Третий закон, это прям прояснять. Не надо бояться отказов. Некоторые из-за боязни отказов. Давай пока ничего не отвечай. Давай я тебе пока еще книгу отправлю. И с ним месяц возятся. Сами не растут, команды не растут. Этот человек не пришел. У них чеков нету. То есть расстройство. А многие люди, которые ждут, когда им позвонит интеллект-тренер, которым он мог бы позвонить, он им не звонит. Он все время ждет. Ой, сейчас я вот так ему скажу. Сейчас надо аккуратно. Ты же хороший человек. Лидер там и так далее. И все. Он потратил время. Месяц, два, три. И все. К нему никто не пришел. Потому что он не сделал десятки, сотни звонков вместо этого одного человека. Понятно, да, друзья? Все просто. Далее. Закон четвертый. Десять тысяч презентаций. Чтобы накачать пресс, человек должен выполнить десятки тысяч упражнений. Ну, понятно, это все очень просто. Чтобы стать лидером, человек должен сделать десять тысяч презентаций, пройти через десять тысяч отказов. Вы никак не сможете увильнуть от этого тяжелого процесса. Но это, друзья, еще раз говорю, это не тяжелый процесс. Найдите в этом интерес. Для меня, когда я делаю качественную презентацию, 10-15 минут – это примерно такой полет. Вообще полет на Луну, полет на Марс, если хотите. Полет вообще путешествия в другие миры. Потому что каждый человек – это целая мета-вселенная. Я же это не просто так говорю. И, конечно же, я всегда увлекаюсь этим путешествием, и мне это нравится. То есть я ловлю интерес, я ловлю очень крутой такой кайф, когда я уже исследую с этим человеком, когда он раскрывается, говорит, слушай, а у меня то-то, у меня так-то и так далее. Вот 10 тысяч презентаций, но 10-15 минут, друзья, не больше. Ну, бывает такое, когда уже человек 100% ваш, и прям оторваться не можете, общаетесь там полчаса, час, вы это чувствуете, он чувствует, и уже понятно, что он заходит уже. Но это редко у меня бывает, конечно, в основном. 10-15 минут – да-да-да, нет-нет-нет, все. Потом он купил лицензию, потом мы уже с ним часами общаемся. Далее, друзья, вы никак не сможете… Ну, так, главное при отказах не рефлексировать. Прям, нет, все, спасибо большое, давай, полетели. Вот мой инстаграм, можешь подписаться, хочешь книгу отправлю, так, до свидания. А как же реагировать на отказы? Сделали презентацию, улыбнулись, искренне поблагодарили человека за то, что он уделил вам время, тоже это очень важно, да, поблагодарить. Поняли, что он не хочет заниматься чем-то другим. И пошли дальше делать тысячи презентаций с энтузиазмом, оптимизмом и страстью. Поймите, что презентация – это такое же упражнение, как качать пресс, только вместо пресса вы тренируете свою волю, харизму, мудрость, ораторское искусство и умение разбираться в людях. Отказы – это тренажер лидерской силы. Сто процентов заверяю то, что уже тысячи отказов пережил. Да, друзья? А кто из вас тоже пережил тысячи отказов? Напишите. Я пережил тысячи отказов в комментариях, потому что я не вижу вашей реакции. Далее. Закон 5. Ну, друзья, наша партнерская программа «Сложный процент» или «Восьмое чудо света». Вот очень важный момент. Это сказал «Сложный процент», это «Восьмое чудо света», это сказал вообще, насколько я помню, это Уоррен Баффет, так сказать. Вы на старте начинаете искать своих людей в одиночку, и это психологически сложный, трудный процесс, мозг сопротивляется. Ну, как я стану миллиардером? Когда вы получите тысячи отказов и найдете только одного своего, это неправильно, здесь немножечко, да, то есть когда у вас будут тысячи отказов, у вас будут как минимум десятки или даже сотни партнеров, как у меня сейчас уже, да, сто человек в первой линии, более двух тысяч человек, а я несколько тысяч отказов всего пережил. Ваш мозг начнет сомневаться в том, что вы сможете создать стомиллионную команду телекренеров под мозг. Ваш мозг будет убеждать вас, бросит эту глупость идею, ты отпахал так много, а людей у тебя в команде так мало, надо бросать. Не поддавайтесь этой слабости, а доверьтесь математике. Когда вы один, вы за определенное время находите одного интеллект-тренера. Когда в вашей команде тысячи партнеров, за это же время вы находите тысячи интеллект-тренеров, понимаете? А когда миллион, за это же время ваша команда придет в миллион. Все очень просто, друзья, еще раз. Здесь вот вы можете даже для себя выписать, допустим, вы ищите одного человека, может он через сотни людей придет, не знаю, но может быть через десятки. Вообще из десяти два обычно становятся партнерами. Если вы десяти людям качественную презентацию персонально позвоните, сделаете, два становятся вашими партнерами. Это уже проверено, это статистика. Ну минимум, может быть больше. Внимание. Хорошо, вы нашли одного из десяти, из двадцати человек, один пришел. Вот вы один, потом два, видите, вы уже вдвоем дублицировали. Он тоже так же с вами начинает искать. Потом у вас уже четверо, потом восемь, потом шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре. И этот процесс очень быстро умножается. Это может быть раз в неделю умножаться процесс на два. Это может быть раз в месяц все ограничения в вашей голове. А может каждый день умножаться. Вот скоро. Поэтому этот процесс уже считанные недели остались, когда уже у топ-лидеров и у вас начнется такой процесс, когда по тысяче, по две тысячи человек в день будут заходить в вашу команду. Понятно, да, друзья? Поэтому для мотивации возьмите лист бумаги, напишите на нем геометрическую прогрессию. В которой цифры – это новый интеллектренер в вашей команде. Все, вы можете прям разрисовать это. Я рисовал прям кругляшки, от которых идут по пять кругляшков, потом по десять. Я х5 делал. А если мы на х10 идем, лучше поставить мысленно. Я строю чертеж уже. Раз в две, в три недели вырастать в десять раз. Продал десять лицензий за две недели. Все, ну, сейчас поток большой, поэтому я настроен сейчас выйти в январе на такую лидерскую мощь. Тем более, скоро я проведу мой мастер-класс, как я работаю с рекламой. И кто хочет по рекламе у меня работать, по педагогической цепочке, еще раз, по педагогической цепочке, только первую линию беру. Примерно 40 веток я возьму, до 40 веток. И только для про. С января будет только для про. Сейчас, пока у нас там есть и мастер, ну, не про. Друзья, закон пятый понятен. Друзья, да, это кажется трудно, но когда вы выходите уже в состояние, у вас 10 человек очень легко становится. Прямо сразу обретаете колоссальную лидерскую мощь. Дальше. Закон шестой. Вне зависимости от того, что вы говорите или делаете, ваш человек останется с вами, а не ваш уйдет. Вот, это очень крутой закон, друзья. Друзья, никогда не переживайте, если от вас ушел человек. Это так же нормально, как и дышать. Из 10 заключенных браков 7 распадаются, друзья, статистика. Это естественный процесс, ведь люди ищут своих людей. А если этот человек делает вам гадости, то воспринимайте их как лидерский тренажер. Как говорил Сократ, нет ни плохих, ни хороших людей. Все люди наши учителя. Все просто. Поэтому, друзья, то есть здесь ищем своих людей. Все. Нашли своего человека, вы просто увидите, насколько это счастье большое. Поэтому я часто говорю, я самый счастливый интеллектренер на планете Земля, потому что я нашел прям своих людей. Это моя семья. Это прям самые лучшие люди планеты Земля. Кто-то еще во мне, может, не во мне, а в себе сомневается, но я в вас не сомневаюсь. Даже если вы в себе сомневаетесь, я, друзья, в вас нисколько не сомневаюсь, 100% вам заявляю об этом. Далее. Дифференциация по делам. Вот. Бла-бла-бла, видите, а с другой стороны, там другой человек, хоп-хоп, так, я вижу стратегию и так далее. Вот нам бла-бла-бла, бла-бла-бла, эй, ура, даешь. А второй, так, мне нужен результат, мне нужно так, стратегию выстраивать. Вот. Наш бизнес состоит из двух одинаковых шагов. Вы ищите человека и продаете ему клубный статус, то бишь лицензию. Второй, это дифференциация. Этот интеллект-тренер своими делами сам себя назначает лидером или лузером. Затем эти два простых шага мы повторяем снова и снова. Пока новичок сам не станет лидером, он не ценит ваше время. Друзья, факт. Если человек не ценит ваше время, он говорит, ой, я хочу бесплатно, дай мне сделай скидку. Подожди, а что ты мое время не ценишь? Я тебе за 100 долларов предлагаю курс пройти у меня. А эти знания, которые ты получишь, они стоят вообще миллионы. Ты что, 100 долларов еще будешь со мной торговаться, что ли? Не хочу с тобой работать. Я вот так сейчас сегодня разговариваю. Поэтому я даже не продаю тренировки. Я говорю, хорошо, хотя бы стартовую лицензию возьмите. Повезло, ты в три раза дешевле, чем я, заходишь сюда. Зайди, если ты ценишь мое время, свое время. Если ты умеешь уважать людей, зайди. Поэтому вы пришли, поэтому те люди приходят. Понимаете, очень важный момент. И потом, когда он зашел, он говорит, супер, методика работает. Хорошо, пока человек сам не станет лидером, он не ценит ваше время. Ваша задача не дать бездельникам или дуракам воровать ваше бесценное время, друзья. Воришка вашего времени на словах будет вам рассказывать, как он любит суперджемп. Но при этом ничего не делает. Не тратьте на него свое время. Судите о новых интеллект-тренеров. Только по их делам они по словам. Вот смотрите, я тренер. Я же всегда говорю, я тренер. Вот ваши результаты. Они actions, как на английском говорят, actions speak louder than words. То есть действия, они говорят больше, чем слова. Вот поэтому мы смотрим по действиям. Человек действует, все, у него результаты. У него результаты, все. Поэтому дай силу сильного. Вот очень круто, да? Судите о новых интеллект-тренеров, они по словам. Максимально выкладывайте время и силы в сильных лидеров. Все. Стратегия Чингисхан, друзья. Вы общаетесь, видите, сильный лидер. Сильному лидеру многое рассказывать и доказывать ничего не надо. Он просто придет в вашу команду и все. Но чтобы у вас была четкая презентация поставлена, здесь должен быть стержень. Поэтому нужно прям молотить, молотить, молотилку настраивать. Прямо говорить эту презентацию, вот как я вот каждый четверг, сейчас два раза в неделю. Четверг, воскресенье провожу вебинары. Можете приглашать сюда близких, друзей. Я это делаю для команды. Ну и в конце я говорю, кто вас пригласил, у него берите рефералку и записывайтесь. Все. Это даже скоро, я знаю, что скоро будет вся ассоциация туда приходить. Уже параллельные команды, уже приходят к нам. Ну это хорошо с одной стороны. С другой стороны, я сейчас фокусируюсь только на сильных лидерах. Первая линия. Вот моя первая линия. Мой наставник. Роберт, Довгань, Петр, тренер Владимир. Тренер Петр Силкин, Владимир Довгань и Роберт Рам. Все, друзья, я думаю, вам тоже надо просто упростить и делать максимальные шаги. Далее, друзья, восьмой закон. Обучение и масштабирование бизнеса. Весь процесс обучения нового лидера можно написать несколькими шагами. Но в принципе это было весной. Сейчас мы еще ускорили, потому что я это пробовал делать. Это была персональная работа. Это был очень долгий путь, кропотливый. И эффективность была маленькая, честно скажу. Даже кто-то здесь присутствует, с кем я уже месяц, с Пашем вместе. Я говорю, давай. А он такой, у меня что-то там кошка заболела. Слушай, я там что-то отмазывается. Сейчас этот зумп, я исчез. И все, раз, нету человека. Через две недели, слушай, там что-то у меня было. Давай заново начнем. И вот время тратишь, вкладыш, вкладыш. Вот теперь смотрите, поэтому здесь у нас есть кураторство, менторство. Все очень просто. Понимаете, мы сделали это. То есть я делаю, человек смотрит. Вот я провожу курс для его людей. Сначала я провел для него, круто. Теперь он посмотрел, все круто. Второе, я уже провожу курс, он уже проводит круг силы. Куратор проводит круг силы. Сегодня у кураторов первые круги силы будут. Я смотрю и подстраховываю. Подстраховываю. То есть я провожу основные занятия, человек делает курс. Мы вместе работаем. Это круто. Ты делаешь, твой ученик смотрит. Дальше он уже становится ментором. Поняли, да? Он уже, у него свой куратор. Он на куратора смотрит. Все круто здесь, да? Он делает, ты смотришь. Все. И пошла дубликация. Поняли, да, друзья? Дайте лайки, напишите комментарии. Не вижу сейчас пока лайков ваших. Можете комментарии наставить. Все. Здесь это все. Закон восьмой. Как дубликация будет работать. Все. Ментор, все. Он уже сам проводит. Салтанат Ханам сама проводит. Роза Мураталиева сама проводит. Татьяна Нитеса, она тоже сама может. Она проводила уже сама. То есть это вот наши менторы. Светлана, ну это вообще легенда. Она вот недавно только зашла. Уже все сразу ментором стало. Это просто круто. Вот. Поэтому отскоро будет вот сейчас пока четыре ментора. А есть уже самостоятельно. Ну вы знаете. И эти друзья, которые самостоятельно уже делают менторы. Там ведут свою команду. И вот следующий курс у нас будет примерно 25 числа. Тоже. Кураторы, менторы. Кто вырос? Кто вырос? Кто из новичков сейчас, которые сегодня курс проходят, они выросли, хотят быть кураторами? Мы их возьмем кураторами. Если они выросли. Мастер первый ранг. Кто вырос из кураторов до менторства? Пожалуйста, возьмем менторами. Понимаете? Все очень просто. Поэтому здесь это работает. Да? Масштабирование. Внимание. Закон номер девять. Друзья, прочитаю. Это я не люблю. Ну извиняюсь перед девочками. Но здесь так написано. Это Владимир Довгун. Он прямой. Он крутой лидер. Поэтому. Даешь силу дерьму. Получаешь много дерьма. Да, друзья? Даешь силу силе. Силе. Получаешь еще больше силы. И в вашей команде всегда будут появляться негативные люди. Процессы и слухи. Да? Это кто-то даже был свидетелем, как у меня это происходило. На самом деле, даже вот в январе этого года подобные ситуации были. Я их передал просто дальше по педагогической цепочке. Ну они там взяли Довгань, там Петр Сыркин. Думали. Я думал, что решат на самом деле. Честно. Ну а они, оказывается, потушили. Ну, оказывается, не сделали, как нужно было. Я вообще, ну честно, ну я их ни в коем случае не сам и не обвиняю. Просто они сделали как лучше. Потому что для роста всей команды. Но, тем не менее, они же не могли предполагать, что будет дальше. Вот. Поэтому, друзья, это будет всегда. То есть смотрите. То есть если вы будете на это смотреть, тогда роста не будет. Ваша задача, ваша лидерская задача всегда зорко следить за тем, чтобы негативные мысли, слухи, процессы не распространялись, не отравляли умы ваших интеллектренеров. Друзья, негатив заканчивается. Лидер – это тот человек, на котором заканчивается негатив. Все. Если вы лидерство приняли, все. На вас заканчивается негатив. Он дальше не идет, как у нас бывает, да, вот до суперджампа. А ты знаешь, там, да, 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 да. Это все, это уже. Тот человек может вообще о лидерстве навсегда позабыть. Понятно? Все. Лидер на котором. Все. Негатив закончится. Так, наша задача – рост. Наша задача – вперед. Все. Как это сделать? Очень просто. Переключайте внимание человека или команды с негативно-позитивной возможности на светлое будущее. Друзья, все мы знаем, если мы сейчас, ну, когда, извиняюсь, слово есть, забираю обратно, когда вот в ближайшем будущем мы объединим сильнейших лидеров, что произойдет, друзья? Помимо того, что вы станете сказочно богатым, друзья, 100%, до IPO вы уже выйдете на миллионные чеки, друзья, миллионы долларов. Вы уже миллионером станете. Кто-то за полгода, кто-то за 8 месяцев, максимум в течение года. Благодаря тому, что я сейчас объяснил. Да, а выйдя на IPO, там вообще десятки миллионов обналичите. Да, это хорошая реклама или нет будет вашему бизнесу? Тренд? Конечно, да. Все это уже общеизвестно. Это мировая слава, популярность, понимаете? Если мы можем сюда смотреть, что у меня скоро это произойдет, и я буду делать это все для этого на алтаре. Или, ну, там что-то сказал, там что-то ляпнул, там, пожалуйста. Ну, зачем? Понятно, да, друзья? Вот это вот возможно. Переключать команду. Переключать себя, команду лидеров. Или, Тим, задавайте честный вопрос. Если мы будем обсуждать, переживать негатив, это нас приблизит к нашей цели? Никогда в жизни. Если не приближает, то зачем мы на это тратим драгоценное время каждую секунду? Давайте поговорим о нашей мечте, о наших сильных сторонах, о том, что произошло хорошего за сегодняшний день. Сколько лицензий, кто про стал сегодня, да, там. А я там, кто-то вообще сейчас, допустим, кто сегодня про станет, друзья, можете мне лично позвонить. Для меня вы будете особым человеком. Почему? Потому что сегодня цена дороже. Апционов, да, больше. Этот человек, друзья, этот человек круче меня в десятки раз, сто процентов. Почему? Потому что он за дорогую цену умышленно, зная, что скоро будет дешевле, но он взял, потому что ему опционы важнее. Он верит в идею суперджамп. Честно вам скажу, друзья, кто про сегодня станет, смело звоните. Я буду пиарить. Вот это самый настоящий лидер. Он смотрит в будущее. Понимаете? Этот человек уже знает, что ему нужно делать. Так, дальше. В одно и то же время человек может думать только об одном. Понимаете? Только одно он может. На какое-то сосредоточиться, концентрироваться на одном. Не может на две, на три. Особенно о хорошем и о плохом думать одновременно не может. Так переключать его внимание и мысли на светлое будущее, на позитив. То есть, вот как я уже сказал, друзья, серьезно, мы с Довганем сегодня тоже утром был лидерский совет. Владимир Довган говорит, кто возьмет лицензию, вот эти люди. Вот, допустим, я лично бы взял, при возможности, естественно, взял бы подороже. Там же в два раза больше опционов сейчас. На про там не 3 миллиона, а 4 миллиона. На 1 миллион долларов больше дают опционы. То есть, я за копейки доплачиваю, чуть-чуть больше заплатил и беру, считаю, на 2 миллиона долларов. То есть, это намного круче на самом деле. Десятый закон, друзья, лидер – это продавец мечты. Вот здесь очень внимательно. Это, друзья, фраза, цитата великого Наполеона. Он говорил, лидер – это продавец мечты. Ну, он тогда, как говорил, полководец – это продавец мечты. Он своим генералом говорил, генерал. Вот, то есть, представьте, да, тогда против Наполеона воевали цари. То есть, он, вот, его называют отцом Европы. Современной Европы отцом называют Наполеона. Он, оказывается, был за равноправие, чтобы суды были, ну, чтобы все было, работало правильно. До него было такое, что есть господа и есть чернь. Он пришел и сказал, все, нет, надо, чтобы было все равноправие. Ну, тем не менее, естественно, все равно там есть господа и так далее. Но он воевал против такого царизма, так скажем. И, друзья, естественно, и вот он говорил, вот, представьте, надо идти против крутых, да, там уже богатых, там в несколько поколений богатые люди. Они уже своими войсками управляют, у них рабы, как бы, да, войска как рабство. А у него войска были как друзья, ну, это примерно немножечко похоже на Наполеона, ой, на Чингисхана, да. И он им говорил, ребята, вас ждут там, типа, сады, вас ждут богатства, там, девочки. Ну, как бы, вот, мотивировал, да, он продавал кому-то, ну, солдаты, что они, они же там необразование, кому что-то надо, все. И он их мотивировал, и они доходили до того, чтобы это сделать. Или, говорит, смысл нам жить рабами, да, там и так далее. То есть, лидер – это продавец мечты. У каждого есть своя мечта. Кто-то мечтает о путешествиях, я путешественник. Если мне не... Вот, Довгань, кстати, помнит, он говорит, я... Вот я в Атерау жил, помню, да, несколько лет до того, как я тендерами занимался, у меня было свое производство. Однажды я уехал на месяц в Турцию. В феврале это было. Уехал на месяц в Турцию, возвращаюсь, да, все, там, моя фирма, там, кому-то мы должны. Так, Богдан, пожалуйста, не трогайте, что-то там вы трогаете, вижу, по экрану бегает, да, спасибо, благодарю. Вот, этот, возвращаюсь, мои сотрудники, кто-то убежал, кто-то что-то разбежали все. Там, мы, наша компания, у меня там две компании, говорят, вы там должны нам. Как мы должны, мы продаем вам запчасти, как мы можем быть должны вам. Вот такие моменты, да, то есть я был привязан к городу Катерау, я не мог оттуда выехать вообще. То есть, и вот, когда я вот, Аатрау, это небольшой городок, и вот, когда я там в Аатрау нахожусь, месяц, прям, в интенсивной работе, у меня начинался, вот, как я в робота превращался, у меня неплохо становилось, у меня начинали отказывать, ноги дергаются, там, сердце, ну, прям, что-то происходит со мной, да. И я хотя бы там в Астрахань, в Уральск, на один, на два дня выезжал просто отдохнуть, в Кустана ездил домой себе просто на два дня, чтобы просто полежать, отдохнуть, ну, вот, и вот так возвращался. И вот, когда Суперджамп, я вот помню, это вот, да, моя мечта, то есть путешествовать, наслаждаться, бизнес-чемоданью, ты никому, нигде никому не привязан, да, там, за складом следить, за работниками следить. Для меня это было как рабство, ну, реально, как какая-то каторга. Вот, поэтому у каждого есть своя мечта, кто-то, наоборот, мечтает, а я хочу в одном городе жить и так далее, у каждого есть свое, понимаете. Чтобы эффективно мотивировать людей, лидер сначала узнает у человека, о чем он тот мечтает. Кстати, если у вас не секрет, можете вкратце написать в чате тоже, кто-то любит, что вы любите, путешествовать. Или, допустим, кто-то хочет внуков там отправить учиться в Оксфорд и так далее. Ну, у кого, кто-то хочет в центре своего города купить самую крутую квартиру, пентхаус, например. У кого вот приоритетное, да, что там происходит. Вот, и у разных людей разные мечты, кто-то мечтает о славе, а кто-то говорит, а я хочу действительно войти в историю, стать легендой. Там, допустим, распространяю осознанность, благодаря моей команде распространится осознанность на планете Земля, и все, и голод исчезнет. Вот я, допустим, это моя сверхцель, вы знаете. Все, голод исчезнет. От голода больше люди не будут умирать. Вот я это знаю, я к этому, мне это нравится, мне это мотивирует, мне это дает энергию. Вот. А кто-то о богатстве, о доме, о машине, о наследии, о новой стране. Узнав о мечте человека, вот вы когда будете вот сейчас делать продажи лицензии, вы узнаете, ага, так, что ему интересно. Лидеры суперцель, кто-то говорит, а мне вообще маленький домик со своим любимым быть там у озера, и все, мне вообще там было бы счастье. Ради бога, там интернет есть? Где интернет есть? Ну вот у озера, маленький домик, там будет интернет? Ну да. Все, берешь ноутбук, да, берешь телефон, бери лицензию, езжайте в этот домик, живите, да, зарабатывайте, наслаждайтесь жизнью. Да, друзья, круто живет. То есть много моментов. Узнав о мечте, вот объединение в мотивации житейских и великих целей создают самую сильную мотивацию. То есть ты можешь жить, наслаждаться с женой, не просто как раньше, о, а что ты там тогда сказал, а наоборот, знаешь, какая у меня драгоценная, давайте я сегодня, а давай новый тебе айфон, что-то тебе там куплю, давайте купим. Недавно шубку купил ей, ненатуральный, натуральный мы уже не берем. Ну, бережем нашу природу, как говорится, да. Вот, объединение. Например, достижение тобой рекордных доходов нужны не только тебе и твоим близким. Вот, смотрите, кто-то говорит, да что эти деньги, да, там. Так смотри, ты же, когда будешь богат, это же не только тебе и твоим близким, но и всему человечеству. То есть, когда ты будешь богат, на тебя будут смотреть другие люди, заряжаться от тебя, вау, простой лидер, он вообще никогда богатым не был. Вообще его там лузером называли, а он раз и стал таким великим, да, уже там у него там миллион долларов в месяц. Понимаете, вот это важно. Это важно, и вы лидер мнения. Дальше. И для того, чтобы ты мог остановить уничтожение экосистемы Земли, а заодно и спасти человечество, ты обязан стать богатым и известным. Тогда твои слова будет слышать весь мир. Логично, да, друзья? То есть, лидер – это продавец мечты. Друзья, одиннадцатый закон. Величающий лидер Суперджам передает от поколения к поколению вечные человеческие ценности. Мы, друзья, возвращаем человечность к человеку. Сегодня, вы знаете, да, люди расчеловечны. У них вот понятие, да, понятие верности вообще замыты. Да, ну, ты что там, какие там эти фастфуды, да, быстрые отношения, быстрая еда, быстрая любовь, быстрое… Все входит в состояние какой-то паники, в каком-то процессе просто непонятным. С человеком случилась реально беда. Он находится в ментальных страданиях. Только профессия интеллектной нет спасения, друзья. Только вы и ваши ученики смогут спасти, остановить это безумие. Я, друзья, сто процентов это знаю. Я вот поэтому я здесь. Понимаете? Поэтому мы здесь вечной ценности, вот мы возвращаем, мы расколдовываем человека из матрицы невежества, вытаскиваем его, помогаем ему. Поэтому эти люди благодарят нас. Вот честно говорю, у меня мурашки. Я потому что очень много вот со слезами принимал эти слова, потому что это моя зарплата. Мне это важно. Остальное – это деньги. Это и так оно будет, да, у вас, у каждого. Вот это моя зарплата. Я без этого просто жить не могу. Это меня мотивирует. Дружба, уважение, сверхцель, благодарность, честность, ответственность, друзья. Это все. Чтобы построить прочную, дружную, стомиллионную команду телек-тренеров, лидеру важно формировать, культивировать в головах и сердцах людей вечные человеческие ценности. Ну, вы видите, что я делал каждый день. Дружба, уважение, честность, преданность делу и команде, великодушие, благодарность, ответственность. Еще любовь добавлю, да, любить всех без ограничения, без вообще, без каких-то там этих, да, любовь. Вот здесь должна быть сердце. С нее все начинается. Например, большой лидер один раз создает в своей голове и головах команды важность субботних школ Суперджамп. Вот, кстати, суббота. У нас спрашивают, когда мы выйдем на IPO. Когда на субботних школах интеллект-тренеров будет 10 тысяч, да, общее количество. Тогда вы можете смело знать, что уже заявка на IPO подана. Понимаете? У нас примерно 22 школы проходят. Сейчас, ну, новые интеллект-тренеры открывают новые шестые ранги, и они самостоятельно проводят свои клубы, да. 22 человека примерно, примерно в среднем посту. У кого-то 150, у кого-то 80. Вот у нас сколько было на триумфальном награждении вот в субботу человек? 50, да, было примерно. Понимаете? Поэтому вот когда мы выйдем на IPO? Когда будет 10 тысяч, общее количество. И вот поэтому здесь для интеллект-тренера важно быть на этих субботних школах, важно быть с наставником, а не просто говорить на слово. Да, мне все нравится, но я там занят. Я занят, мне не до твоей школы. Единственная причина отсутствия на субботней школе – это смерть. Видите, как здесь написано, да? Естественно, что его интеллект-тренеры будут передавать это отношение следующим поколениям. Поэтому вся команда начнет посещать субботние школы, а посещая их, они будут получать важнейшие знания. То есть, друзья, как вы хотите, чтобы к вам относились ученики, так же вы относитесь к наставнику. Это все люди видят. Мы голые. Мы перед нашими учениками в метафизическом плане голые. Сильный лидер, он все видит сразу. Ему все понятно. Это маска или это перед ним человек. Или вы делаете, да, становитесь лидером. Или вы играете, ну, как бы, что-то там пытаетесь придумать, а сами там, ты приходи, а я не приду. Вот мне недавно тоже один лидер говорит, ты возьми этих моих учеников, возьми, они кураторами хотят быть. А я говорю, а ты где? Ну, я, я этот, я там отдельно, у меня своя школа. Ну, что это такое, друзья? Понимаете, да, как это работает? И люди поэтому в панике, у них тоже депрессия начинается, у них даже разлад в семье происходит. Я же уже это пережил, друзья, знаю, что происходит, когда лидер выпадает. Поэтому, друзья, наставник, он важен. А то, кого вы примите душой наставником, у нас есть педагогическая цепочка. Если у наставника что-то происходит, не надо его критиковать. Возьмите, обгоните его по чекам, по рангам, будь лидер. Понятно, да? И все, и тогда этот наставник у вас будет учиться, на вас будет смотреть. Поэтому всяком, вот, будут быстрее строить свои большие команды. Итак, друзья, и 12 закон, как корабль назовешь, так он и поприветствует. Вот, ну, вы знаете. Ну, так, тамаша, тамаша, вот, что-то тоже вы черкаете нам. Так, можете назвать. Вот, величайшая команда. Ну, вы свою команду можете назвать. Вот как назовете, так и поплывет. Мега-лидеры, чемпионы роста, там, победители, там, и так далее. Там еще вот есть, ну, разные. Супергерои, короли. Величайший лидер глубоко понимает важность слов и мыслей. Поэтому он тысячи раз в день при помощи приветствия, обращений во всех аудио, видео, текстовых форматах, даже ментально, телепатически всегда поднимает самооценку своих величайших легендарных героев. Привет, команда номер один в мире, величайшие герои, гиганты, победители, короли и королевы, мультимиллиардеры, чемпионы, мега-лидеры, супергерои. Лидеры суперджамп не используют такие фразы, как «я в тебя верю». Есть у нас, кстати, некоторые «я очень верю в суперджамп». Друзья, верю – это значит, что он, может быть, и добьется успеха, а может, и нет. То есть я верил, а здесь мы говорим так, я абсолютно точно знаю. Друзья, я это говорю сейчас, я абсолютно точно знаю, что мы с вами, вот я уже, вы, ты уже миллиардер, вы уже легенды, потому что у вас есть билет в эту счастливую жизнь. Причем неважно, какой у вас клубный статус. Допро вы можете сделать апгрейд. Сейчас есть очень крутая, да, как бы, есть очень крутая программа, которая позволит вам в два-три раза дешевле взять апгрейд на про, сделать, чем я делал. Далее, ты уже создал 100-миллионную команду. Друзья, вот, да, 12 законов и добрый совет. Теперь после всего, ну, немножечко, чуть-чуть задержались на 11 минут, да, поэтому, смотрите, действуйте, наступил ваш звездный час, все у вас есть, это лицензии, да, делайте быстрее своего наставника. У нас нет времени, чтобы дождать, когда наставник что-то там расчехлится. Вы действуйте, если вы сильный лидер, действуйте сразу. У вас есть эта школа, эти слайды я вам скину, друзья, они будут, персонально отправлю вам. Это видео зафиксировано тоже, да, да, будет, да, я тоже в YouTube выложу, тоже ссылку вместе со слайдами отправлю только по запросу. Я не буду ее в какие-то группы отправлять, только по запросу. Я отправлю только менторам, они 100% попросили, я знаю, я им отправлю, а уже менторам и своим кураторам некоторым, а уже остальным я отправлю только по педагогической цепочке. Просите, и вам отправят ваш куратор. Поймите, наступило новое время, время перемен. Оно изменило все правила игры. Перемены – это когда первые становятся последними, и последние становятся первыми. Сегодня реально у вас есть очень крутой шанс. Вы можете остаться, наблюдать, сидеть, чипсы кушать и смотреть, как кто-то растет, наращивать. О, смотри, у него уже 150 тысяч, а скоро у него полмиллиона долларов за месяц заработал. А я тоже, у меня вот тоже есть клубный статус. Но я пока жду, я смотрю. Сейчас до миллиона дойдет, потом я, может быть, начну. Друзья, вот это, понятно, что это не лидер, так поступает. Вот, тем более, когда мы знаем, что сейчас мир рушится. И вот сейчас, вот в такое темное время, да, что происходит с нашим миром, мы можем сейчас выйти в то, каким образом, да. Вот перемены, вот стать из последних первыми. Поэтому на все, что было с вами до Суперджамп, не обращайте внимания. Кто бы вы ни были, чем бы вы ни занимались. Друзья, вчерашнего дня не существует. Кстати, вы во время курса это узнаете еще, кто новички. Существует здесь, сейчас. У Вселенной на вас большие планы. Не важно, сколько вам лет. Не важно, кем вы работали вчера. Важно, кем вы станете завтра, уже действуя сегодня. Сегодня произошел цивилизационный слом. Вы видите, что все вот так вот затупилось, все ускорилось. Человечество подошло к пропасти самоуничтожения. Миру нужны новые герои, новые лидеры. Это ваш шанс стать величайшим лидером всех времен и народов. Вы родились с величайшей миссией. Ваш час пробил. Действуйте, действуйте, действуйте. Вместе с вашей командой супергероев. Вместе с вашими лидерами, друзья. И просто здесь бизнес очень... Я еще раз говорю, друзья, для меня это рай просто. Я сюда пришел, ну что? То есть я и так, я продавал железки, запчасти. Запчасти для спецтехники иностранного производства. Для катерпиллеров, для гидромеков. Еще и ватрау. У меня было 600 клиентов всего лишь. За 5 лет я наработал 600 клиентов. Ну кому нужны... А там 300 тысяч человек ватрау. Я думаю, блин, вот найти бы какой-то продукт. Я помню. Блин, найти бы какой-то продукт, чтобы он всем, каждому нужен был. Ну и стоимость там где-то 100 долларов была бы. Я клянусь вам. Когда в 2010 году я открыл свой бизнес, в 2012 году у меня такая мысль была. Ну я же как бы предлагаю, у меня друзья, общение. Но у них нет техники. У кого нет спецтехники, будут они запчасти покупать? Никогда. Правильно же, друзья, все логично. Я тогда думаю, вот был бы какой-то суперпродукт у меня, который нужен всем. Вот ватрау 300 тысяч населения. Вот 300 тысяч человек, ну из них взрослых, там 100 тысяч, например. Это 50 тысяч. По 100 баксов. Просто посчитайте, друзья. 50 тысяч человек купили по 100 долларов продукт. Вот вам сумма. И я, чтобы мог его продавать. И чтобы еще маржинальность была хорошая. Друзья, эти мысли, которые у меня были в 2012 году, привели меня к суперджампу. Вот тебе, пожалуйста, 100 баксов, вот тебе продукт, сколько хочешь продавать. 100 миллионов лицензий у вас на складах есть. Вперед действуем. Если в 2020 году Расул действовал один, вот как сложный процент, да, как этот объяснил Эйнштейн. Вот сейчас мы как будто бы тысячи Расуллов, да, сколько у вас здесь, десятки Расуллов. Сейчас вот эта моя сила увеличилась. Понимаете? Поэтому наращивайте команды. Набирайте команды. Вот поверьте, вы потом себе тысячу раз спасибо скажете. Просто надо действовать и все. Тем более у вас есть наставники. Друзья, по четвергам, по воскресеньям я провожу вебинар. Без бумажки. Хотите знакомить ваших друзей, ваших друзей, знакомых, близких людей, чтобы они познакомились и пришли, опять же, на мой курс. Мы же вместе проводим курс сейчас, кураторы там и так далее. Вот уже к 25-му. То, друзья, незамедлительно зовите их. Причем сегодня, когда цена дорогая, вы сегодня им дайте эту цену. Не стесняйтесь давать. Она в два раза ниже, чем обычно, то есть беспромощен. Прям дайте эту цену, скажешь, в два раза дешевле. Он скажет, ну, у вас же будет ниже еще. Да, скажите, вот, будет ниже. Пускай он, подготовьте его. Когда вы сегодня покажете высокую цену, а через два дня покажете, что цена еще меньше. Друзья, какая вероятность, что он купит лицензию через два дня? Или если вы сегодняшнюю цену не показали, а потом показываете ту цену. Понятно, да, друзья? Разница есть, кто увидел. Дайте лайки, сердечки, если было полезным. Все, друзья, обнимаю вас. Не буду тратить ваше время, ваше внимание. Сегодня у нас еще будет школа, школа успеха от третьих рангов. Тоже первая линия этого Роберта Ра, моего наставника. Ссылка есть только от него. Ссылку я передаю тоже, друзья. В общих чатах она не будет, чтобы не было там разных лишних людей, так скажем. Только для действующих интеллектренеров. Поэтому ссылку на это мероприятие вы можете взять у вашего куратора, у вашего наставника по педагогической цепочке. Обнимаю родные сердца. Сегодня самый счастливый день. Благодарю вас за то, что вы прослушали. Друзья, было полезно, да, вот эти 12 шагов. Кто обрел видение вообще новое? Вау. Да, поэтому надо сейчас просто действовать. Все. Я когда нашел, как будто я клад нашел. Хотя я был на этом мастер-классе в марте. Я просто сейчас, смотрите, что я сделал, я тоже вам поделюсь. В марте месяце у меня был рекордный чек. 42 700 долларов. В марте. Потом мы, пока еще я до него опять не дорос. Думаю, что такое? Какой там был феномен? Я в марте изучаю, что там было в марте. Я копаюсь там эти разные какие-то архивы поднимаю. У меня уже много чатов. Вот я с некоторых чатов просто ушел, потому что я весь в поисках. Вот в марте нашел вот этот священный грааль, эту презентацию Довганя. И я рекомендую вам, друзья, школы Довганя, цените. Они вечные. Все, друзья, обнимаю вас 100%. Друзья, я еще раз говорю, вы легендарные исторические герои. Кто-то сегодня это не понимает. Но поймите, мы с вами счастливчики. Мы попали в нерв времени. У нас сегодня есть возможность за несколько недель выйти в топ, за несколько месяцев стать долларовыми миллионером. Ну где такое? Покажите мне хотя бы один бизнес или какую-то профессию, где тебе скажут, за два года ты станешь долларовым миллионером. Вот заходи сюда за 500 долларов, и все, и ты станешь миллионером за два года, если будешь все по инструкции выполнять. Ну нету такого, друзья, нету. Я свой бизнес открывал, чтобы стать миллионером. Я тогда уже в 2010 году, у меня был выбор, или быть региональным менеджером по продаже спецтехники. У меня был опыт, мне предлагали 2000 долларов, плюс там квартира, машина, ну как бы топ-менеджером быть там в компании, и свой бизнес открывать, где ты можешь еще и погореть. Я пошел в свой бизнес. Почему? Потому что менеджером я никогда не стану миллионером. Ну что, две штуки баксов, это хорошо, но я не стану миллионером. А когда я свой бизнес открывал, я думаю, мне надо стать миллионером, чтобы быть лидером мнения. Я хотел вообще изначально поднять проблему Аральского моря у нас в Казахстане, вы знаете, это самая крупная трагедия, да, экологическая катастрофа большая. Я хотел поднять, чтобы можно было там сейчас, кстати, сейчас восстанавливают, мои мысли сработали, сейчас восстанавливают, возвращается туда вода, кстати, кто не знает, имейте в виду. У меня были мысли благие, и мне нужно было, и потом, когда я работал, я-то продавал нефтяные запчасти для нефтянки, я думаю, я продаю нефть, разрушает людей, разрушает экологию. То есть, получается, я, грубо говоря, на какой-то крови, да, стану миллионером. Мне это не нравилось, поэтому я пережил банкротство, в смысле-то все материальное. Вот, и искал такой бизнес. Поэтому я сюда залетел, как вот прям вот, прям я давно, как будто, вы знаете, рыбу в воду выпустили, и все, я здесь. Поэтому я мистер Суперджам, друзья. Становитесь лидерами здесь сейчас. Это очень крутая профессия сегодня, и она нужна, поверьте, не только вам, не только вашим детям. Когда вы становитесь лидером в вашем окружении, люди будут вас уважать, люди будут обретать точки опоры, просто благодаря общению с вами. Обнимаю родные сердца, желаю вам зажженных сердец еще больше, быть рекордсменами, друзья. У нас нет другой планеты. У нас одна планета. И только мы сможем, только интеллект-тренеры смогут ее спасти. Обнимаю. Полетели к богатству, к счастью и к всеобщему человеческому процветанию. И мы самые величайшие во все времена и первое место в мире. Это наша судьба. Полетели к звездам. Продолжение следует...